Какие детские травмы раскрывает фильм, «Чарли и шоколадная фабрика», вы будете в шоке. Каждый фильм несет в себе некий психологический и жизненно важный смысл. «Чарли и шоколадная фабрика» является олицетворением детских травм. О том, какие именно детские травмы раскрывает этот фильм, говорит РБК Украина, проект Эстейлер, со ссылкой на психологический портал в Инстаграм Плесса, Вилли Вонка. Холодный отец очень ограничивал Вилли в детстве. В частности, четкий запрет есть сладости был очень болезненным для него. Вопреки отцу парень пробует запрет на вкус и становится настоящим исследователем, мечтающим создать собственную лабораторию. В глазах Вилли взрослые – это источник страданий детей, и в результате, сценарий счастливого детства не закрыт, нанесенная отцом травма привела к ряду внутренних проблем мужчины. Вилли не воспринимает какой-либо критики, не умеет защитить свое, часто впадает в эгоцентричность и постоянно находится в состоянии ребенка. Он не взрослеет, не понимает, что такая семья полна любви и зачем ее строить, в то же время, нанесенная отцом травма позволила Вилли найти свое предназначение и создать дело, которое дарит магию детства как детям, так и взрослым. Именно этот отрицательный опыт дал толчок к изменениям и поиску собственного счастья, дружба с Чарли дала возможность Вилли закрыть свой сценарий из прошлого. Он возвращается к отцу, который на самом деле все это время мыслями был со своим сыном и сожалел, что так поступил с ним. Чарли Бакет. Семья Чарли – это пример того, что состоятельность не является обязательным элементом для создания счастливой семьи, наполненной любовью. Родители, дедушки и бабушки вместе воспитали Чарли мудрой и смелой личностью, уверенно шагающей к своей мечте, несмотря на тяжелые обстоятельства, даже ребенок своим добрым поступком способен изменить жизнь других. Мальчик стал для Вилли Вонки не только настоящим другом и наследником, но и примером развития личности, семьи и деятельности. Верука Солт. Девочка и ее семья – символ жадности. Отсутствие целей и вседозволенность рождает у нее бесконечное желание иметь больше и всем обладать. А единственная цель отца Веруки – удовлетворить постоянную жажду своего ребенка. Внутренняя пустота в них заполняется чувством власти и ненужными вещами. Виолетта Барригард. Девочка-чемпион. Мать, не достигшая настоящего успеха, перевела на дочь установку быть победительницей любой ценой. Пылкая конкуренция матери превращает девушку-чемпионку изживания резинки в собственный трофей. Она сама становится жевательной резинкой. Но в таком виде другие соревнования не выиграть. Вместе с иллюзией превосходства над другими людьми, мать теряет заинтересованность и в дочери. Майк Тиви. Технический гений, потерявший свое детство за компьютерными играми. Но гениальность – не гарантия в мудрости. Его нарциссизм и чрезмерная самоуверенность омрачают все его способности. В глазах Майка его родители и только прислуга, и они не соглашаются с этой ролью. Отношения в семье. Семейные сценарии из фильма иллюстрируют части родительского поведения, которые наши родители или мы отрицаем в себе и отказываемся с ними работать. Все непроработанные темные стороны и страхи могут проявляться в нас, наших детях. Иронически, но часто мы развиваем и усиливаем эти скрытые бессознательные части. Ранее мы рассказывали о том, каковы на самом деле любимые персонажи Гарри Поттера. Также читайте наш материал о пяти самых популярных фильмах 2023 года.